Всем привет, дорогие друзья! Это Сова, где мы продолжаем с вами рубать ведьмачка. В прошлой серии мы дошли до деревни, в этой серии... Чем-то мы будем заниматься, пока не знаю чем. Если меня сейчас никто не остановит по дороге, то может быть мы даже успеем дойти до... Нет, не успеем. Так, я не туда отправился. И зайти-то хоть можно? Так, ну мне по-хорошему получается по дороге надо идти. Ну давайте пойдем. Так, ну если хоть и спуститься-то, надеюсь, можно? Можно. Так, хорошо. Я просто не знаю, успею ли я убить утопцев. Где-то тут должны быть утопцы. Холм. Так, мотать там народом. Так, попробуем дойти. Ну, чувствую, судя по всему, утопцев там уже нет. Хотя луна еще есть, может и утопцы есть. Но они могут быть только в полночь, поэтому тут есть ряд вопросов к этому. Ну да, утопцы только в полночь, а у нас уже получается ни хрена не полночь. И костров здесь, естественно, тоже никаких нет. Да? Рухлыший мост. Ну да, получается, что... Ни хрена тут... О, Скулапендрумор. Ни хера себе. Ни хрена себе ты! Ну-ка, не уходи никуда. Блин, будь таких двое, они меня с давном съедят. Два Скулапендруморфа могут меня разорвать на много маленьких геральдиков. Так, высококачественный хитин. Некоторые торговцы с радостью его купят, а некоторые не купят. Ладно, пойдем тогда искать торговцев. Ну и нахер, потому что... Так, куда мы пойдем только? Дом Адама, дом Пекаря, дом Салтиса. Где тут кузнец? Это тут я видел кузнеца, вот он. Так, пойдем для начала туда. Нам там надо найти будет какого-нибудь завалящего купца. Для того, чтобы сплавить ему всякие дорогие безделушки, которые у нас есть. Так, день в доме кузнеца. Пойдем сначала сходим к кузнецу. Приветствую, Милсдарь. Зачем пожаловал? Здравствуй, я ведьмак. Мне показалось, здесь пахнет чем-то вкусным. Еще бы. Я готовлю традиционный тимирианский бигас. Капуста, вот колбаса. А работы для меня здесь не найдется? Если меня память не подводит, ведьмак это типа воина-мага. Я убиваю чудовища, топцевки, кимор. Уверена, мне еще понадобится твоя помощь. Так как там насчет работы? Мне как раз нужен такой человек, как ты, душечка. У меня жуткие проблемы с мужем. Наверное, боги меня покарали. Что случилось? Ты представляешь, этот старый пердун нашел себе суккуба. Думает, я не слышу, как они по ночам кувыркаются. Да только слух у меня почти такой же острый, как в юности. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я избавился от суккуба. Знаю я одно народное средство. Мне о нем еще матушка рассказывала. Отправляйся-ка ты в поле, да когни там полуденицу, что там бродит. В волосах каждой из них есть пыльца света. Принеси мне девять горстей этой пыльцы. Мы еще не обсуждали вопрос оплаты. Да, дорогуша, я прекрасно знаю, что бесплатно в этом мире ничего не делается. Есть у меня книга одна. В ней все местные травы расписаны. Если принесешь мне пыльцу, чтобы суккуба отпугнуть, отдам тебе эту книгу. Так, понятно, можно сэкономить, короче говоря... В таком случае договорились? Суточек шесть, наверное, аренов легко. Так, что у вас можно украсть, ребята? Давайте посмотрим сразу. Пройдем, так сказать, где делал. Так, ладно. Кузнец, что-то можешь. Эй, милздари, подойдите сюда на минуточку. В чем дело? Я слышал, как ты говорил с моей женой. И у меня есть предложение. Не хочешь расставаться с обольстительным демоном? Моя жена преувеличивает насчет этих шалостей. Ведьмак, ты мужчина. Ты должен понять, что эти невинные забавы никогда никому не вредили. И что ты предлагаешь? У меня есть решение, которое удовлетворит всех. Я знаю, что есть заклятие, которое может на какое-то время усыпить суккуба. Моя благоверная успокоится, обо всем забудет, и тогда я смогу потихоньку разбудить суккуба. И что нужно, чтобы прочитать это заклинание? Девять пригоршней призрачной пыли, которую можно собрать по ночам, в полях. А что я получу взамен? Я не знаю, что вам нужно, господин. Могу дать вам красный метеорит, который улучшит ваш меч. Или, может быть, вы предпочитаете деньги? К примеру, 500 аренов. Угу. Хорошо. Я тебе помогу. Так, красный метеорит, это зашибись. Так, перековать меч. Что именно Беренгар сказал, товарищ Легенду? Беренгар сказал, что ты знаешь Легенду о Вороне. Хотите послушать Легенду о Вороне? Я об этом ничего не знаю. Меня больше интересует техника. Эти доспехи были революционным изобретением, возможным только благодаря новым технологиям в металлургии. Очень интересно. Так вот, по поводу доспехов. Я могу попытаться рассказать вам об их качествах. Спасибо, только учти. Я ничего не знаю о металлургии и прочем кузнечном деле. От доспехов Ворона осталось три элемента. Плечо, наручь и рукавица. Все остальное. Железная руда высочайшего качества и великолепная технология. Это вам не какие-то жуткие тиберианские плавильни. Гномы на века опередили нас в плане технологий. Под горой Карбон у них есть оборудование, о котором наши ремесленники могут только мечтать. А про доспехи ты мне можешь рассказать? Это восхитительно. Невероятно. Впрочем, как скажете. Технологии, о которых я упомянул, позволили создать прочную и гибкую сталь. Практически неуничтожимую. Как я уже сказал, осталось только три части доспехов. Если вы хотите воссоздать доспехи целиком, вы должны найти материалы на замену и того, кто может собрать все воедино. Какие-нибудь предложения? Вам стоит поискать в местах захоронения великих рыцарей. Я слышал, графья династии Руитер носили похожие доспехи. Части вполне можно будет переплавить. А подходящего мастера придется искать в Вазиме. Я за такую работу не возьмусь. Я в детстве мечтал стать ведьмаком. А когда вырос, возблагодарил богов, что этого не случилось. Так. Геннадцы, геннадцы, крестьянки. То есть на свадьбе старый кмет. Дом Адама. Что, никаких этих нет, что ли? Ни одного торговца? Пастух есть он. Королу, пустуха. Ладно, пойдем в дом к Адаму. Хрен с тобой, золотая рыбка. Так. Мы есть Адама, нет? О, нихрена, книжечка. Баллады. Баллады Лютика. И сборник народных сказок. С точки зрения обычных людей. И вместо чего мы можем это взять, почитать? Вместо кремния? Не, кремень у меня один. Вон, вместо Саламадра нахер не нужный. Так. Зачитаем, чтобы мы точно знали. И зачитаем вот это, чтобы мы точно знали. Так. В того, что никогда не знаешь, куда это потом нас приведет и что заставит. Так. Это у нас солдатский самогон. Зашибись. Надо все, короче, переплавлять. Все переплавлять в базу. Так. Это у нас, читаю, Косалтис. Рыба. Цветы. Так. Местная перцовка. Это выгодная тема. Так, шкаф. Белая. Средняя крепость. А, ну да. Нет свяжения. Короче, мне нужен костер, чтобы немножечко привести себя в порядок. Так. А кто здесь вообще есть? Дом Адама. Дом Алины. Дом Пекаря. Ромедалистка. Господи. Так. Дом Селины. Кузнец. Так. Дом Алины. Алины, Селина, Хрилина. Так. Давайте зайдем в дом Алины. Так. Где тут дверь-то? Хм. Здесь пустится-то, блядь. Здесь пустится-то. А, вот дверь. Вот, Господи. Так. Нет, подожди. Это хижина Пекаря. Это тоже что-то не то. Что никого нет-то? Куда себе поебались-то? Никого нет вообще. Абсолютно. Корова-медалистка. Охранник коровы. Ладно. Давайте. А вот вроде как все повылазили из дома. Настоящая королева. Посмотрите внимательно, милоздарь ведьмак. Другой такой коровы не найдешь. Да, впечатляет. Вы посмотрите на шкуру, на хвост и на вымя. Мы планируем. Мы планируем, что она спарится с быком-чемпионом из быковца. Это будет нечто. Порода, известная на весь мир. Не сомневаюсь. Ах, наша корова. У нас чудесная красотка. Пока. Смотри, господин ведьмак. Наша корова-победительница. Так, ну и делать-то мне что со всеми этими ребятами? Это, конечно, все прекрасно. Но здесь нет ни торговца, ни одного нихрена. Делать-то мне что дальше? Так, борьба с искушением. Должен быть нескольких як. И собрать 9 горстей пыли тень. Должен ты с Котяриной поговорить с ним. Так, ну в доме Алины. Хорошо, ладно. Это хоть какая-то зацепка. Здравствуй. Приветствую. Я Геральт. Ведьмак. Маэстро Лютик, как ты пел прекрасную балладу о любви родного ведьмака? Это согревает мне сердце. Ведьмаки, они как рыцари, которые сражаются против зла и несправедливости? Не совсем. О, баллада была такая романтичная. Влюбленные, связанные друг с другом предназначением, не могут встретиться. Красиво. Да уж, романтика. Я скоро выхожу замуж. Что тебя ко мне привело? Это ты заботишься об Альвине? Да. Чудесный мальчик. У него такие большие глаза, такие красивые, такие романтичные. Ага. К сожалению, мой будущий муж не хочет усыновить Альвина. Он такой рациональный. Фу. Понятно. Я бы хотел поговорить с Альвином. Пожалуйста. Обычно он играет в деревне или помогает мне по дому. До свидания. Если зайдешь в таверну, посмотри, не морочит ли там Селина голову моему жениху? Что твой жених забыл в таверне? Он очень зол и отказывается разговаривать со мной. Видишь ли, мы поспорили из-за Альвина. Уже ссоритесь? Он хочет, чтобы у нас были свои дети. Говорит, надо отдать Альвина в храм Милителия или в Ведьмаки. Ты найдешь его в таверне. Его зовут Юля. Понятно. Так, а где же у вас здесь таверна-то? В смысле? Вот он Альвин. Привет, Геральт. Знаешь, что у меня теперь новый дом? Мы с Алиной ходим собирать малину. Тут намного лучше, чем в Изиме. Только я по вам скучал. Я тоже. Вижу, что тебе здесь нравится. Да, здорово, что мы снова встретились. Мы будем убивать чудовища-злодеев вместе? Альвин, во-первых, нельзя обижать других, а особенно убивать их. Во-вторых, сражаться с чудищами – это очень опасная работа. Пообещай мне, что ты будешь избегать ее, как только сможешь. Обещаю. Но ведь тут есть в округе эльфы. Одна такая красивая, у нее такие глаза. И она ругалась с Тобиасом. Может, поиграем в Убейка Эльфа? Так, мне очень нужно поговорить с тобой и с Алиной. Это не Алина. Все ребята в это играют. Ты можешь быть великим магистром или кровавым Ейвином. Я всегда великий магистр. Поговорим позже. Приветствую тебя, господин. Меня зовут Адам. Я Геральт. Я пытаюсь написать любовный стиль для моей возлюбленной Алины. Попроси, Лютика, он тебе поможет. Он в этом большой, Дока. Он объявил, что любовь должна стать моим вдохновением. А сам он занят проведением обманного маневра. Маневра? Он старательно ухаживает за дочерью Мельника, чтобы вызвать ревность Милсдарани Орлены. Он хитрый, Лютик. Как лис. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Да. Ты любишь Алину? Но ведь она выходит замуж. У нас тайная связь. Никому об этом не говори. А брак настоящей любви не помеха. Пока. В смысле пока? Я хочу еще кое-что у тебя узнать. Э! Так, ладно, пес с вами. Давайте тогда... Так, куда мне добежать? Туда. Ты, случайно... честная женщина ладно пойдемте тогда в трактирчик трактирчики по-любому можно найти переступить любому переступить мне чем-нибудь потом поможет и надо избавиться от большей части бухла так это надо торопиться я хотел добраться на селина вот юлиану все на свете так ладно сколько всего так кто у вас тут кмет бочка кмет ой доска объявлений зашибись доброе утро ведьмак мое почтение у тебя грустный вид что случилось моя сестра выходит замуж за человека который ей даже не нравится мне нечего надеть на свадьбу потому что наш отец потратил все свои сбережения на приданное для любимой доченьки более того стоит жуткая жара которая всех раздражает в остальном все хорошо не так уж хорошо можно мне задать вопрос да твоя сестра рада что выходит замуж ну конечно она рада ей немного надо и уж точно ей наплевать на младшую сестру думаешь я завидую а я только правду говорю алина счастья не заслуживает ненавижу эту нимфетку она же у нас зениться ока папочки ей все можно а теперь она закадрила юлиана богатого купца сама шляется везде и задирает нос не беспокойся ты себе найдешь хорошего мужа лучшего чем юлиан не этого о как я страдаю за народ адама издеваешься или может ты имеешь ввиду отшельника из полей такие вот варианты ты видел какое обручальное кольцо юлиан подарил алине с бриллиантом с голубиное яйцо не нужно злиться почему ты тоже на ее стороне признайся она тебя тоже околдовала нет вы уже успели на сеновале покувыркаться я ее знаю как же я ее презираю но нет сестренка такой лапы тебе не будет тебя она не получит ты будешь моим я тебе отдамся прямо сейчас мы ближайшем ко мне только ты должен подарить мне кольцо покрасили чем то что юлиан подарила линии в честь помолвки у меня есть для тебя кольцо покажи она красивее у меня есть для тебя кольцо у меня по-любому я колец куча я раз не успел их распродать кольцо золотой печать хрен узнать что тебе вот так с бриллиантом то что надо где ты нашел эту ерунду я купил у старого нищего или на ярмарке в день святого григория ладно уж я это или не покажу что я могу заполучить любого мужчину но заткнись и поцелуй меня ладно середа так середа обошлась там недорого так короче еще нас тут еще есть и хочет любит свет так на нас таверна может быть там какой заваляющий купец найдется это было бы хорошо гир это снова ты как дела они удалось разыскать альвина чем то таком три с меня просила вбивала мне в голову целый час она дала мне для него двемилитовый амулет ты хоть что-нибудь способен сделать как следует нельзя тебе дать простейшее задание а знаешь гераль у меня для тебя посылка какая посылка не знаю это для меня слишком сложное задание прекращается люди что-то на тебя ну ладно письмо твои возлюблены трис давай его сюда так письмо от рис геральт избежал как раз вовремя пока что тебе не стоит возвращаться в город надеюсь мы расстались ненадолго однако это не самая большая наша проблема альвина сбежал воспользовавшись магией но я выстрел куда он переселился отправил тебя в то же место пожалуйста позаботься о нем уверенном уговаривать тебя не придется ведь ты полюбил его не меньше чем я пачок надо пережил его дикий магический дар проснулся пока он был здесь у него не хватало терпения учиться так хотя бы основу магии он заявил что предпочитает искать магические артефакты где-нибудь в древних руинах прикладываю к этому письму демиритовый амулет который заблокирует магию надеюсь этот раздолбай лютик его не потерял убеди альвина носить его не снимая заботись о нам и думай обо мне надеюсь у нас все будет хорошо с нашими отношениями ведь справиться не сложнее чем с твоей главной миссией правда береги себя буду тебя ждать твоя трис так демиритовый амулет так демиритовый амулет у нас есть ну давайте разбираться теперь кто у нас тут где геральт что произошло в зиме после того как я исчез ниоткуда знать я тоже уехал слышал только будто ты там немало народу положил иногда убивать необходимо только не обижайся но тебе что понравилось убивать людей людей и убивают только в случае самообороны как добрые старые времена как бы мы ни старались количество ублюдков и негодяев ни хрена блондинка жрет лучше еще впереди будь осторожен молите на это геральт сук окорок огромный пиздец ну ладно мне нужно ответить на письмо у меня есть пергамент и перо можешь пока придумать начало хорошо дорогая трис ваш роман процветает рад за тебя геральт не начинай что дальше кто-нибудь насчет альвина наверняка она о нем волнуется еще можно попросить ее немедленно уведомить фольтеста о планах ады возможно это ее заинтересует садись и пиши а рыбак доставит письмо в зим так получено письмо к трис так и чё я должен его читать дорогая трис благодаря этой проницательности не удалось натягиваться кроме того я получил амулет лютика не беспокойся с мальчиком все будет порядке я не обеззабочена войска удалось выкрутиться из трудного положения в котором ты оказалась из-за меня я считаю что это должна поговорить с фольтестом рассказать ему о славных влияниях его дорогой дочери трис я тоже тебе думаю скучаю гля-ля-ля-ля так приветствую ведьмак много хорошего я слышал о людях твоей профессии удивительно обычно ко мне относятся как к прокаженным только не в моем доме когда я был мальчишкой мне часто рассказывали как ведьмак спас жизнь моему деду за серебряный грош должно быть это было очень давно я геральт о да очень-очень давно меня зовут юля рад познакомиться так вот во первых на первых над тебе сплавить всякое говно пару колец мы себе оставим серебряный сентарем маловато наверно вот золотой с печаткой мы возьмем себе ну дом ночи наверное мне уже не пригодится но мало ли так это вот на тебе распродадим так и вот этом так что-то еще покупаешь ну хотя бы так это хлеб кремень не потребуется так счете есть продажа страстного игрока в кости среди волшебников это у нас уже была такая книжка сапфир блин сапфир мне кстати ребята пригодится какой-то из кузнецов его очень сильно хотел я даже наверно знаю какой куриц визиме мне потом будет давать доспехи если я их найду конечно так оккультная книга о дремлющих подводных богах расколдовали принцессу аду превратившую сестры вот я и так знаю знаменитого труда заклятие позволяет создавать ужасных чудовищ так но больше здесь короче ни хрена интересно у тебя нету у дружка так ладно тогда давай дальше говорить где расскажи мне историю своего деда у деда до хранит его великая милителя был надел земли в горной ледяной долине в северном кавире а там была заброшенная угольная шахта да только без угля дед всегда говорил что это долина таит в себе несметные сокровища год за годом он искал эти сокровища вначале многие с энтузиазмом взялись ему помогать но вскоре выяснилось что дед просто-напросто сошел с ума и никаких сокровищ в долине нет и вот стукнуло ему сорок семь он уже давно мучился ревматизмом и успел собрать целую коллекцию скальпов бабалаков и тут охватила его отчаяния вышел дед на улицу и начал проклинать небеса понося всех известных ему богов и самыми грязными словами боги ему ответили грянул ужасный гром из гор пошла лавина дед пришел в себя выкопался из-под снега и тут увидел нечто что изменило всю его жизнь вся долина мерцала странным светом переливаясь настолько великолепным сиянием что он не сразу разглядел как к нему тяжелыми шагами приближалось чудище дед бросился бежать всего раз нагнувшись чтобы подобрать странный мерцающий камень короче ему удалось сбежать спустившись с гор он встретил ведьмака который согласился убить чудовище в обмен на серебряный грош они вернулись в долину и ведьмак убил чудище он не мог не заметить сокровища разбросанные по всей долине и все же он не взял ничего кроме обещанного ему серебряного гроша дед понял что ведьмаку можно доверять и он отлично знал что рано или поздно о сокровищах станет известно и кто-нибудь захочет их отобрать а ведь сокровища были огромные геральт алмазные залежи добычу в которых можно было вести годами дед с ведьмаком стали партнерами ведьмак присматривал за рабочими убивал чудовищ отпугивал разбойников а дед вел все бумажные дела он стал легендой в кавире а моя семья стала богатой и уважаемой на этом конец интересно как дела скоро я женюсь на дочери салтыса алине мы уже начали готовиться к свадьбе я возьму на себя работу берингара я разберусь с этой проблемой послушай у меня ужасно много дел я планирую собственную свадьбу ты представить себе не можешь сколько времени отнимают приготовление зайти как-нибудь позже я хочу поговорить о бальвине ему нужен опекун сведущий в магии ни я ни моя будущая супруга не подходим на эту роль ясно ты мог бы сделать из него ведьмака ты сам не понимаешь что ты только что сказал но какое-то время я за ним присмотрю геральт ну в принципе все так в принципе все с юляным и пообщаюсь игрок бандинка играет кости вижу что ты будешь играть мягко говоря я без ума от азартных игр ну как и мужчины любопытствующие словно женщины прости но если ты не собираешься играть то ты просто тратишь мое время ну давай мне же там зачем-то по квесту это надо давай на червончика тобой рубанем у нас проблемы пятерки пятерки дужки дужчики противника две пары допустим так но мне с этим прям хрен улыбнает мне только шестерка поможет но нет так ладно давай следующий пара четверок на мою пару двоек пара четверок на мою пару двоек мы можем трешку двоих двойки в принципе вполне себе могут выпить трех кубиков посмотрим но хера лысого не прет мне прям смотрите сейчас все прописал все свое состояние сейчас просу ооо еще две шестерки вы проиграли ну ладно опасали меня конкретно так допустим какая жара хоть бы солнце поскорее села хотя в последнее время мне кошмары снятся про полуночниц расскажи что тебе снится полуночницы появляются когда луна восходит мне снится что они меня поднимают в воздух танцуют вокруг меня а потом бросают вниз как думаешь от чего такие снятся однажды ночью мне довелось видеть как полуночницы танцуют в полях до сих пор дрожу как вспомню рассказывай дальше я видел как эти демоницы родились из лунного света ветра и почвы остывающий после дневного жара они носились над землей и бесновались а одна на меня посмотрела тут то я и припустил что было мочи и поклялся больше никогда не выходить в поля по ночам спасибо я займусь так так чем я могу помочь двое хозяев это семейное дело мама и папа им управляют а я им помогаю мама не разрешает мне говорить с незнакомцами но я справляюсь а ты же официантка тебе приходится говорить с незнакомцами а вот и нет только завсегдатые сюда приходят попался не хотелось бы тебя огорчать но ты уже некоторое время говоришь с незнакомцами со мной а вот и снова нет ты же геральт из ривии знаменитый ведьмак и убийца чудовищ господин лютик пел про тебя балладу так что я тебя знаю купил чем я могу помочь ммм что у тебя есть так надо тебе наверное кое-что подсдать отсюда так основа для все основы для эликсиров надо будет переплавить так вот это говно надо будете продать так все что можно превратить в основу для эликсиров надо взять у тебя так основа для очень высокого качества ни хрена на денег стоит так это мы себе забираем средней крепость можно продать подарить такс ну в принципе не знаю даже нет кулачные бои меня пока не интересуют меня вообще не интересуют но пока не интересуют тем более так гость на свадьбе гость на свадьбе что мне предлагают делать дальше так у нас круги на воде у нас есть альвин так необычные зубы для дантиста убить нескольких як собрать 9 горстей пыльцы тени так пора возвращаться к алине нужно разобраться с утопцами на берегу реки так другими делами это все потом ну то есть мне надо вернуться к алине и соответственно встретить там альвину возможно ну давайте попробуем так как я сюда зашел не не так так гость на свадьбе гость на свадьбе гость на свадьбе гость на свадьбе так выходим отсюда мне надо пиздовать давно малины мне надо пиздовать давно малины так нет дом алина вон он а где алин блин где алина где вообще все так а это я уже грабил а вон алина а чё ты делаешь алина ну ладно ну ладно зачем ты искал меня ведьмак я видел юлиана и селина вместе но тебе нечего опасаться селина из шкуры вон лезла чтобы привлечь его внимание но юлиана она похоже совсем не интересует селина иногда может быть совершенно несносной просто ей давно пора замуж а юлиан он меня любит и никакая ссора этого не изменит я хотела убедиться что с моим дорогим юлианом ничего не случилось но не хотела чтобы он подумал что я переживаю спасибо ведьмак эх женщины он вел себя странно на самом деле он рассказывал мне страшные истории я думала что он заболел и бредит помнишь что он говорил ужасные ужасные вещи ужасные и прекрасные что то про призрака которому придется вечно страдать от безответной любви это было так романтично я знаю спасибо я попробую с ним поговорить зачем ты искал я ищу альвина этот мальчишка он как ртуть он повсюду если он не в деревне проверь развалины неподалеку альвину там нравится спасибо тебе я поищу ну сдается мне что он не в деревне ну да не к добру это да я бы хотел с тобой поговорить я не в настроении для болтовни ну ладно не в настроении так не в настроении так пастушки коровы медалистки и прочее прочее так дорога к мосту ну мне соответственно туда там мы тогда найдем альвина и видимо каких то неприятностей ладушки давайте тогда на сегодня заканчиваем а в следующей серии продолжим спасибо ребят за внимание удачи и всего вам доброго да мы Субтитры создавал DimaTorzok